Приветствую вас. Вы знаете, вот я читал ваш текст, и, ну, поведение вашего мужчины, в принципе, было вполне логичным до определенного этапа. Да, то есть. Мужчина не жалел, давал денег, вот, ухаживал, деньги присылал, вот, то есть он это делал всего для вас, да, вот. И он надеялся, что вы у него будете просить, ну, тоже что-то вот такое, да, такого плана. Деньги, может быть, на карту, там, куда-то поехать, что-то купить, наверное. Ну, наверное, наверное. Наверное. Вот. Ага. Сейчас это, я думаю, уже немножко не так. И все было здорово, все было замечательно, все было понятно. Ровно до тех пор, пока вы не сказали, что мужчина живет в другой стране, и что он ждет вас в себе. Пока вы этого не сказали, все было понятно. Ну, все было классично. Такая классическая ситуация была. Как только вы это сказали, лично мне сразу стало понятно, почему мужчина не захотел вам давать деньги на ремонт. Вот. Элементарно. Потому что он-то ждет вас, как бы, в свою страну, да, он ждет, что вы к нему приедете, вот, а вы деньги на ремонт хотите. То есть, получается, что вы собираетесь вкладывать в свою квартиру. И он в этом видит угрозу. Угрозу, может быть, с вашим отношением. Ну, и так далее, и так далее. Конечно, 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 можно искать более глубинные проблемы. Например, что мужчина не любит, когда он не контролирует ситуацию. И говорит только для профорумы, что вы можете у него что-то бросить. статус, то есть, за этим ничего не стоит. Ага, можно, можно. Но, я рекомендую вам, если вы, вот, ну, считаете возможным для себя такие проверки, я рекомендую вам попробовать еще раз, но попросить не на нужное вам дело, которое связано с квартирой, и которое может быть мужчине неприятным делом. Дело может быть мужчине неприятным, потому что это отдаляет вас от него. Ага, попросите у него именно, вот, ну, там, платье какое-нибудь, там, ну, что-то такое, да? И посмотрите уже тогда какая будет его позиция по этому вопросу. Если позиция будет такая же, да, то есть, он по-прежнему ничего не сделает для вас, то есть, никак не поможет, вот. Значит, мужчина действительно хочет сам все контролировать и говорит вам о том, что вы можете у него пробить помощи, ну, только для проформы, чтобы выглядеть хорошо. это, безусловно, это, безусловно, не является каким-то плюсом для ваших отношений, и такие отношения, конечно, лучше закончить. Потому что понятно, что человек не очень надежный. Ну, а если он вам поможет, если он перешлет вам, или скажет, да, конечно, давай я себе куплю там, ну, или что-то в этом роде, вот, значит, его действительно беспокоит эта тема с квартирой. И тогда получается, что мужчина просто переживает, что вы можете к нему не приехать. Но это нужно проверить. Я понимаю ваше состояние, я понимаю ваше нацветное, что вам неприятно, да, вот. Я понимаю, что вы теперь не можете ему доверять, как бы, как раньше. Вот. я очень хорошо вас понимаю, поэтому и предлагаю вариант выхода. Потому что все равно вот то, что мы скажем, да, это будет гадангер. То есть мы не знаем его, мы не знаем, чем он руководит. Может быть, он вообще подумал, что вы несерьезно. Или он подумал, что... Да мало ли что он смог подумать. Гадание это все, понимаете? просто гадают. Вот. А... Ну... Я надеюсь, вы понимаете, что психологи не гадают. Мы люди науки. Как бы. Ну вот. Поэтому я надеюсь, что вы проверите обязательно его отношение к себе. и если оно действительно вот такое, то уже будете думать. То есть, ну, будете думать, хотите ли вы быть этим человеком или нет. Устраивает ли вас человек таким поведением или нет. на это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.